О, кто здесь? Мозг — это такая штука, что ты либо им пользуешься, либо он отсыхает. А чтобы он не отсох, поможет математику. И сегодня спасать мир вместе с математикой будет наш преподаватель по математике, он же злой дух Дмитрий Соколов. Приготовьте мозги к разминке и встречайте Диму. Привет всем зрителям канала Флэс. Представляю вашему вниманию неверное равенство. 30 минус 33 равно 3. Задача — переместить ровно одну цифру так, чтобы равенство стало верным, оставив знак минус и знак равно на своих местах. Давайте подумаем. В задаче четко сказано не трогать знаки минус и равно, оставить их на своих местах. Иначе это было бы слишком просто. Мы могли бы просто переместить одну вот эту черточку сюда, и равенство стало бы верным. Но так делать нельзя. Кроме всего, в задаче сказано, переместить нужно только одну цифру. Если бы мы могли переместить две цифры, мы бы поменяли местами 0 и 3. И задача была бы решена слишком легко. Но так делать тоже нельзя. Если переместить нужно только одну цифру, значит, мы не можем трогать вот эту тройку. Она останется на своем месте, потому что если мы ее переместим куда-нибудь, за знаком равно будет пустота. Равенство не получится. Значит, тройка остается на своем месте. Попробуем сделать что-нибудь еще. Если мы переместим одну из этих двух троек, решение не получится. Какие могут быть варианты? 30 минус 3 равно 33. Неверно. 330 минус 3 равно 33. Или, может быть, 303 минус 3 равно 33. Все это неверно. Что еще можно сделать? Можно переместить куда-нибудь вот этот 0. Но все возможные варианты не дают даже близко верного ответа. Это не так. Это не так. Ну и это тоже неверно. Кажется, мы с вами перепробовали все варианты, как мы можем переставить цифру, оставив ее ровно в той же строчке. Ни один из них не привел к верному решению. Значит, нужно эту цифру каким-то образом из строчки убрать. Может быть, как-то сместить ее чуть выше и ниже. И тут уже приходит решение, что если взять какую-нибудь стройку и сместить ее относительно нашей строчки, где все цифры записаны, поставить ее чуть выше или чуть ниже. Давайте мы возьмем и одну тройку, поставим чуть выше, и она будет играть роль в степени. Например, 30 минус 3 в третьей степени равно 3. Это так? Да, 30 минус 27 равно 3. Также мы можем эту третью степень поставить наоборот справа. И получится второе решение. А теперь вопрос на засыпку. Играя по тем же правилам, сделайте верным такое равенство. В этот раз я вам рассказывать ничего не буду. Расскажите сами в комментариях. Посмотрим, кто прав. А теперь переходим к новостям из мира стартапов. Компания «Успешный успех» вышла на IPO. В честь этого события 100 венчурных капиталистов решили съесть праздничный успешный торт. Разделили они его таким образом. Первый взял себе 1% от торта. Второй капиталист взял себе 2% от оставшейся части. Третий взял себе 3% от оставшейся части. Ну и так далее. Сотый забрал весь оставшийся кусочек. Вопрос. Кто из капиталистов съел больше всего успешного торта? Чтобы узнать, кто самый прожорливый капиталист, сравним, сколько торта забрали Катый участник и К плюс первый участник. Мы не знаем изначальный размер успешного торта. Но предположим, что когда к столу со своим ножом и вилкой подошел Катый капиталист, перед ним лежал ровно 1 килограмм сладкого успеха. Что сделал он? Он забрал себе ровно К сотых килограмма и оставил на столе 100 минус К сотых килограмма. Затем к столу подошел К плюс первый участник со своим ножом и вилкой. Сколько он взял? Он взял от этого количества ровно такую долю. К плюс одну сотую. Давайте сравним эти два куска. Итак, я из второго веса. Отниму первый и посмотрю, что получится. Числитель и многочлен. Он может быть как положительного значения, так и отрицательного значения. Давайте найдем его корень. Нас интересует только положительное значение К, поэтому я найду только положительный корень. И это примерно равно 9 с половиной. Нетрудно убедиться, что вот это выражение у нас меньше нуля при К большем, чем К нулевое и больше нуля при К меньшем, чем К нулевое. А поскольку речь идет о разнице между тем, сколько успешного торта сожрал К плюс первый участник и сколько сожрал Катый участник, то при любом К меньшем К нулевое, включая К равное девяти, К плюс первый капиталист оказывается прожорливее своего предыдущего соседа. И последний такой капиталист будет иметь номер десять. Итак, ответ. Самым прожорливым оказался десятый капиталист. И съел он примерно шесть целых и двадцать восемь сотых процента от общего успеха. Дима, а я тебе откуда взял? На калькуляторе посчитал, конечно же. А теперь предлагаю задачу для юных хакеров. Попробуйте разгадать девятизначный код. Код состоит из девяти цифр от единицы до девятки. Они перепутаны неким образом, так что любые две соседние цифры составляют двузначное число, которое делится или на семь, или на тринадцать. Что это за код? Давайте выпишем все двузначные числа, которые делятся или на семь, или на тринадцать. Итак, заметим, что цифра семь встречается только в одном из этих чисел. Вот он, семьдесят восемь. И стоит эта семерка в начале. Поэтому наш код будет начинаться с цифр семь и восемь. После восьмерки может идти только цифра четыре. Ну а дальше возможны варианты. Чтобы не утонуть в пучине рассуждений, предположений, вариантов и опровержений, я постараюсь решить эту задачу в виде дерева. Я возьму корнем дерева цифру семь. А все двузначные числа из этого перечня будут намекать мне на то, какой потомок может быть у какой цифры. Например, у цифры пять могут быть потомки два и шесть, судя по числам 52 и 56, как пример. А еще будет такое правило. На любом пути от корня дерева до листа дерева не должно встречаться одинаковых цифр. Выписанные двузначные числа — это ребра графа, а вершины графа — это цифры от единицы до девятки. Итак, начинаем с семерки. У семерки может быть единственный потомок восемь. У восьмерки — единственный потомок четыре. А здесь уже могут быть варианты. Смотрим сюда. Это либо два, либо девять. Какие потомки могут быть у девятки? Восьмерка — быть не может, потому что она встречается раньше. Значит, это может быть только единица. Потомки у двойки — возможны один, шесть и восемь. Восемь не пишем по той же причине. Что у нас для единицы? У единицы в потомках могут быть либо три, либо четыре. Но четыре встречаются ранее для каждой из этих двух единиц. У шестерки потомки либо, опять же, три, либо пять. Но тут много троек. Что может быть потомками у троек? Это пять или девять. Пять или девять у этой тройки. А вот у этой тройки потомкам может быть только пять, потому что девять встречается раньше. У пятерки в этом месте потомков быть не может, поэтому эта пятерка — лист. Ну, потому что и двойка, и шестерка встречается раньше на этом пути. А вот у этой пятерки могут быть потомки как два, так и шесть. Итак, эта пятерка — тоже лист, и эта пятерка — тоже лист. Что касается вот этих двух девяток... Стоп, левая пятерка — не лист, там может быть шесть. Так, ста... Нет, это лист. Да-да-да-да-да. Эта пятерка — лист по тем же самым причинам. А вот у этой пятерки на предыдущем пути встречается два, но не встречается шесть, и поэтому ее потомкам может быть шестерка. Что касается этих девяток. Их потомками не может быть восьмерка, она в любом случае встречается, но может быть единица, но не везде. У этой девятки единица встречалась ранее, а у этой нет. Смотрим на эту шестерку. Возможные потомки ее пять или три встречались ранее. Путь здесь оканчивается. Это лист. Смотрим на эту единицу. Ее возможные потомки три и четыре встречались ранее. И это единица лист. Смотрим на эту двойку. Ее возможные потомки — это один, два и восемь мы уже давно не рассматриваем. Единица встречалась раньше. Шестерка. На этом пути ее еще не было, поэтому пишем здесь шесть. Что касается этой шестерки, то она тоже лист, потому что и три и пять встречались ранее. Минуточку. Тогда мы уже получили путь от корня до какой-то вершины, состоящий из девяти цифр. Давайте выпишем его в качестве ответа. Семь, восемь, четыре, девять, один, три, пять, два, шесть. Все. А последняя задача для вас, друзья. Поставить лайк и жмякнуть колокольчик. И, конечно же, подписаться. А на этом все, друзья. Спасибо, что смотрели и напрягали извилины. До скорого.